Приливы есть во всех делах русских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 12 мая, день девяти мучеников, назван через память святых девяти мучеников, в кизике пострадавших, во время гонения на веру христианскую, девять святых мучеников, доблестных мужей, твердых во святой вере и коревших ревностью о Господе, смело проповедовали свое учение. Имена их следующие. Феогний, Руф, Антипатр, Феостих, Артема, Магн, Феодор, Фавмасий и Филимон. Были схвачены, подвергнуты различным мукам, но не отреклись, за это были обезглавлены. Наши предки верили, что в этот день заговоры обладают наибольшей силой, поэтому этот день считался днем целителей и исцеления. Лечение заключалось в применении трав, заговоров и молитв. Согласно легенде, перед тем, как создать человека, Бог его нарисовал на песке. Появился дьявол и проделал в рисунке 77 дырок в виде ран. Бог сказал нечистому, что создаст 11 целебных трав от этих 77 ран. Согласно народным верованиям, человек может заболеть 77 болезнями, но для каждой из них найдется своя травка, из которой можно приготовить лечебное средство. Важно собрать растения во время их наивысшей целебной силы. И сегодняшний день был именно таким. День сбора трав и приготовления из них с надоби. Для исцеления больных людей сегодня обращаются также к 9 мученикам и просят их. Например, знахари отправлялись к больным и нашептывали им имена мучеников. Это гарантировало поддержку святых и выздоровление. Также считали их толкователями снов и избавителями от оспы. Интересно также, если человек рожден в этот день, то ему предстоит пройти 9 разнообразных испытаний. В это время начинали лечить людей, пораженных крестиними лихорадками, чтобы болезни не осушили человеческую кровь, не ходили по жилам, не вызывали опухоли, не воротили суставов и не ломили кости. В народе говорили, что сегодняшние обряды проводят для того, чтобы был крестьянин от воды, бел досветил, а от земли чист. Приметы. Звездное небо сегодня ночью предвещает богатый урожай. Если появилось много майских жуков, это к засухе. Девятые лунные сутки. Как правило, после энергетически благоприятных суток следуют сутки с неблагоприятной энергетикой. Это хорошо иллюстрирует прямой волна вперед, а потом откат назад. Все это естественно и понятно. Что касается сегодняшней энергетики, то она вызывает в сознании обольщение и заблуждение. Могут сниться кошмарные сны. Чтобы успешно противостоять этому, почитайте «Жития святых» или какие-то другие возвышающие книги. Там очень много информации по преодолению обольщений и заблуждений. Не рекомендуется сегодня рассматривать себя в зеркало, а тем более его разбивать. Питание постарайтесь обойтись без излишеств. Это касается животной пищи и спиртного. Полезно позаниматься силовыми упражнениями, чтобы вытеснить дурные мысли. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахов Про. Доброго здоровья и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok